Добрый день! Меня зовут Шпомер Владимир, я преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения. Я преподаю операторское мастерство и видеомонтаж. И сегодня я вам расскажу о том, как вставить различные типы освещения. На первом сегодняшнем занятии мы поговорим о рисующем свете. Давайте я сейчас все отключу здесь, в этой студии, чтобы мы понимали, откуда что приходит. Вот сейчас у нас никакого света не приходит. Как я рассказывал о рисующем свете, этот цвет основной. Он должен быть самый яркий на картинке и правильный выбор направления постановки рисующего света нам даст или красивую картинку, или не очень. Как выбирать правильное направление рисующего света? На примере Алены мы можем понимать, что рисунок может быть или слева, или справа. Как выбрать направление очень легко. Существует очень простое правило. Мы должны светить ту сторону лица, которая дальше от камеры. Вот смотрите, сейчас ближняя часть лица это правая к камере, а свет должен падать в основном на левую. Я вам сейчас покажу. Почему так? Почему не с этой стороны вы спросите? При такой световой схеме у нас хорошо выявляется объем лица. Если мы засветим вот эту часть лица правую, а левую оставим в тени, у нас объем будет неправильный. У нас свет будет идти больше от камеры. Объема нет, он черты лица фактуру не подчеркивает. Почему рисунок с этой стороны ставится, нам понятно. Соответственно, если Алена будет смотреть с той стороны камеры, вот так вот, да, то сейчас рисунок с правильной стороны, да, это не закон, это правило. Так лучше по наработкам операторов, как бы, даже на картинах, если вы присмотритесь, правильный свет, когда рисуют художники, он всегда идет с внешней стороны лица. Не та, которая развернута с камеры, а чуть-чуть с внешней, чтобы выявить объем лица. Но, как вы можете заметить, вот сейчас такой рисующий свет немножко грубоватый. Я буду использовать небольшую хитрость. Сейчас у меня работает чистый прибор. В принципе, чистым можно светить, но не в этом случае. И поэтому я использую домашнюю заготовку. У меня специальный фильтр рассеивающий. Я сейчас этот прибор, который делает наш рисунок, я перед ним помещу вот такие вот пластиковые фильтры. Они называются холевыми, ну, вот. И вы посмотрите, как характер света у нас изменится. Вот мы выбрали, когда выбрали направление рисунка, его немножко этот рисунок облагородили. Сам характер света сделали чуть рассеянный. И мы видим, как хорошо это на лице работает. Рисующий свет – это, в принципе, главный свет при портретной съемке. Если не вдаваться в нюансы, мы можем даже рисующим светом ограничиться. Если бы мы не были такими перфекционистами, которым еще нужно заполнение контроволь, можно ограничиться рисунком. И, в принципе, для технической нормальности картинки рисунка достаточно. Есть яркости, есть темные участки на кадре. Но мы же говорим о высокохудожественных кадрах. А для высокохудожественных кадров нужно как минимум 30 тысяч от света. И еще. Вот вы заметили, наверное, что одна часть лица у нас сейчас светлее, другая темнее. И вы видите, что освещенное отличается от темной на сколько-то позиции яркости. Допустим, грубо говоря, сейчас мы можем сказать, что три яркости против одной тени. Грубо говоря, если взять освещенность теневой стороны за единичку, то светлая часть лица будет отличаться от этой единички в три раза. В три раза ярче. Так вот, мы сейчас подходим к понятию светового ключа освещения. Грубо говоря, сейчас световой ключ один к трем. Одна темная сторона, три ярких. Ну, как бы, это может пригодиться. Иногда вас спрашивают, в каком световом ключе работаем. Если вы работаете под яркое солнце, допустим, ставите портретный свет, то у вас световой ключ должен быть выше. У вас должна теневая часть быть намного темнее яркой части лица. А если вы работаете под пасмурный свет, когда, в принципе, практически нет разницы между теневой и светлой, то световой ключ может быть две яркости. К одной темной стороне или там одна к одному даже. Это будет совсем ровное освещение. Если разбить все типы освещения по их мощности, вот, например, у нас рисующий свет, вот этот. Потом, когда мы будем еще проходить, отсюда будет заполняющий свет легенький. И сзади будет контровой. Так вот, рисунок — это единица где-то яркости, если взять 100%. Заполнение — это где-то 30% яркости картинки. А контровой может быть даже ярче рисунка, может быть даже в два раза, то есть может быть 200% или 150% или 100%. Но дело в том, что контровой почему может быть ярче? Потому что мы не видим, как правило, самого прибора, самого тела прибора, не видим этот свет, видим только такой абрис, который он вырисовывает на портрете. Но об этом чуть позже. Мы выбрали, с какой стороны его поставить, поставили вот рисунок. В следующем занятии я вам расскажу, как ставить правильно заполняющийся или заполняющийся. Спасибо.